Правильно. Смотрите, современная жизнь каковат. То есть человек живет как потребитель информации. То есть телевидение, радио, книги. Все просто входит внутрь. Он ничего не делает. А личность развивается в поступках. Она не развивается. Допустим, я развивался, меня там в секцию сам по отдали, я там развивался. Потом в шахматы отдали, развивался. То есть развитие, когда человек что-то делает, он должен действовать. Если человек просто сидит в компьютерной игре и играет, это не действие. Это никак не дает ему никакой контакт с окружающим миром. Это просто развлечение искусственное что-то, которое не дает человеку возможность открыться. Цветочек не растет, не раскрывается. Поэтому, чтобы понять предназначение ребенка, для этого нужно правильную атмосферу создать в семье. Если в семье все занимаются тем, что приходят домой, там папа телевизор смотрит, мама по телефону, болтает, каждый развлекается, нет работы над собой, нет развития, в семье люди не развиваются. То значит, что... Вас только начать сразу. Спасибо. А вы можете цветочек положить туда, потому что меня не видно будет? Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Рад вас видеть. Спасибо. А кто у вас руководитель? Как вас зовут? А? Ивановна. Спасибо вам. И, понимаете, если человек в пассивном состоянии находится, психическом, ему семь лет, разум не активен в это время. Разум есть. Он должен начать активизироваться. Как это сделать? Когда родители работают над собой, ребенок тоже начинает работать над собой. Родители развлекаются дома, ребенок развлекается. Пока человек развлекается, работает только ум. У ума нет никакого предназначения. Он просто наслаждается жизнью. Все. Ум только может мечтать. Допустим, человек мечтает о том, чтобы у него было много денег, много власти, там еще что-то. От этого ничего не меняется в жизни. Мечта ничего не меняет. Меняет поступок. Разум соткан из деятельности. Меняет поступок. Вот когда в семье, допустим, начинают работать над собой, там зарядку делают, допустим. Просто есть пять уровней деятельности, развивающей личность. Самая простая деятельность, развивающая человека, это физическая деятельность. Зарядка, закаливание. Какие-то, допустим, упражнения, походы какие-то, допустим. Это уже развивает человека. Любая физическая деятельность уже развивает человека. Следующий уровень деятельности, который развивает человека. Это деятельность такого эмоционального уже плана. То есть, это музыка. То есть, человек учится на пианино играть, он развивается. Учится стихи писать, учится рисовать. Учится делать какую-то эмоциональную деятельность, которая развивает в нем тонкое восприятие мира. Следующий вид деятельности, который развивает человека, это деятельность, связанная с достижением знания. То есть, причем, есть разные виды знаний. Люди, в основном, предпочитают развивать ребенка в тех видах знаний, которые дают ему специальность, профессию. Но, на самом деле, это развитие, оно сейчас гипертрофировано. То есть, вот эта идея, что нужна специальность, она настолько сейчас стала большой, что она закрыла все. Причем, даже более важные вещи. Например, в человеке самое важное, это следующий уровень развития. Да, смотрите, мы сейчас взяли физический уровень развития, эмоциональный и дальше умственный, специальность. Совладение специальностью какой-то. На что тратятся огромные силы, люди по 15 лет учатся, чтобы владеть этим. Есть высший еще уровень развития. Четвертый, называется нравственный уровень развития. С этого момента начинает действовать разум. Что такое разум? Это сила, меняющая судьбу человека и меняющая личность. Если человек развил разум, он может изменить свою жизнь полностью. Он может себе и специальность получить, какую ему надо. Он может все, много-много чего сделать в своей жизни. Вот. Если... Это у нас что-то уже поставили, не помняться. Это сам. Да, я очень спала. Вот. Вот, и так, четвертый тип развития личности – нравственное развитие. Оно дает человеку возможность развиваться в полной степени. Понимаете, в наше время люди не уделяют сильно большого внимания этому развитию, считая, что это не поможет быть богатым и счастливым. Но это на самом деле заблуждение, потому что когда человек уже устраивается на работу, то кого выбирают, каких людей предпочитают, развитых людей, именно нравственных. То есть, если человек честен в выполнении своего долга, если человек обходительен, мягко общается, если человек трудолюбив, если человек способен прощать, не амбициозен, то есть он скромно относится к себе и уважает других, то это означает, что он сильный как личность, естественно, он сразу в положении в обществе очень сильно возрастает, такого человека. Но в наше время никто не уделяет этому внимания. Смотрите, в каких школах учат нравственное воспитание? Где детей обучают? Каким человеком стать? Где вот это обучение? Нет этого обучения. Математика, физика, химия, биология и все. Но где тогда ребенка этому учить? Понимаете, вот меня вопрос задали, как понять предназначение ребенка 7 лет. Когда физкультурой просто занимаемся в семье, ребенок просто начинает жить. Он начинает становиться активным. Он не просто в компьютере сидит. Зарядку все вместе начали делать, ребенок начал жить. Эмоциональное развитие, допустим, пианино, художественное развитие, дает человеку возможность глубже воспринимать этот мир. Дальше. Пошел в школу, начал учиться. Дает возможность развивать мышление. Но развивать себя как личность, вот, допустим, все значит развивать себя как личность, заставить себя учить уроки. Это уже другое, понимаете? Это уже другое развитие. Это уже нравственное развитие называется. Это нравственное развитие, оно непростая. Это непростая вещь. Невозможно заставить ребенка быть нравственным. Допустим, можно сказать, не обманывай ребенка. Ну, можно говорить это хоть тысячу раз. Все равно он будет таким, каким он, в какой среде он находится, таким он и будет. Вот здесь уже, понимаете, здесь вот, как понять предназначение ребенка. Не поймешь, пока среда не поменяется в доме, вот среда родителей, если родители нравственное образование сами не получают, у них нет наставника, у них нет работы над собой совсем. Они просто живут, как обычной жизнью, работа, дом, работа, дом. Тогда ребенок, как цветок ребенка, не раскроется. Его предназначение не раскроется. Почему? Потому что предназначение находится в разуме. А разум развивается через нравственное развитие уже, выше, это уровень развития выше уже. Поэтому не надо ничего понимать, как понять предназначение ребенка. Не надо ничего понимать, надо понять, как оно раскрывается в предназначении, и дальше смотри, как оно раскрывается. Работай над собой в семье. Следующий уровень, пятый, самый высокий уровень развития личности. Это когда человек с помощью отношений со святостью, с помощью отношений со священным Писанием, возвышенной Личностью и молитвой. Три аспекта святости. Чистоты. Святость означает чистота. Чистота душевная, внутренняя чистота. Священное Писание с этого все начинается. Потом через священное Писание человек узнает о возвышенной Личности. И третий аспект его жизни — это молитва. Вот когда начинается молитва, тогда человек начинает чувствовать вечность в своем сердце. Начинает чувствовать, понимать, что есть высшие силы, понимать другие силы, меняющие судьбу. Допустим, как мы меняем судьбу? С помощью своего образования, в лучшем случае. Или с помощью своей красоты, каких-то сил, допустим, да? Мы можем поменять свою судьбу. Но человек может просто сделать то же самое, часто помолившись с утра. Молитва огромной силой обладает. Потому что люди связаны друг с другом силой веры. Вот, допустим, почему человека с работы выгоняют? Потому что начальник верит, что этого человека надо выгнать. Когда человек молится, то у него вера меняется, у начальника. Он уже по-другому думает, воспринимает свою подчиненную. Понимаете? То есть сила вора, веры, она быстро меняет всю ситуацию, моментально. Но мы вообще не знаем об этом ничего. Мы не понимаем этого аспекта. То, что я сказал, кажется, что это люди нам сочиняют. Я не сочиняю, я так живу, я этим занимаюсь. Вот. То есть идея в чем заключается? В том, что... Вот эти вот два последних уровня развития. Нравственное развитие личности и духовное развитие личности. Они меняют человека очень быстро, развивают ребенка очень быстро сами. Ребенка невозможно, разум невозможно вытащить. Вот так вот. Давай, развивайся. Как понять предназначение? Не поймешь. Он, вот цветочек, не распустился. Непонятно какой цвет. Как понять? Что его вот так раскрывать? Даже не знаешь, как куда дотронуться до этого. Это тонкие вещи. Вот. Ничего не поймешь. Вот, нет, распустился. Что делать? Надо начать по-другому жить. Надо начать нравственную жизнь в семье. А это начать, опять же, возможно, если ты это понимаешь, что это необходимо. Так, если человек почему бежит на свидание? У него весь день занят. Он говорит, мне некогда это делать. Мне нет времени. Хорошо, почему ты бежишь на свидание? Потому что тебе хочется, у тебя есть необходимость внутри. Так и надо получить необходимость нравственной жизни жить. Работать над собой. Получить необходимость надо такую, внутреннее сердце. Эта необходимость исходит из знания. Когда человек что-то понял в жизни, он начинает работать над собой. Начал работать над собой. Атмосфера в семье поменялась. Все. Он начинает сам раскрываться. Цветочек. Вот он какой ребенок. Его потянуло туда, его потянуло сюда. Ему хочется делать то, что связано с его предназначением. Не просто развлекать себя. Как мне один человек сказал, а мне кушать нравится. Это мое предназначение. Всем нравится кушать, спать и сексом заниматься. Это не означает, что я должен этим заниматься всю жизнь. Понимаете? Предназначение — это не деятельность нашего наслаждения. Это деятельность, которая дает пользу другим. Вот этот вид деятельности, который успех приходит, приносит в жизни человека, он развивается, если человек перестает быть потребителем информации и становится активной частью жизни, своей судьбы. То есть он начинает ее менять с помощью своих поступков. Зарядка, закаливание, чувственное изменение мира. Рисуем мир, там, сочиняем стихи. Умственная попытка понять, как все устроено с помощью изучения. Нравственная работа над собой. И духовная с помощью отношений со святостью. Вот так человек развивает свой разум. Пять видов развития разума дают пять уровней развития разума. Если человек просто зарядку делает, там, физически что-то делает, он становится просто болевым человеком. Он развивает волю. Он, по крайней мере, может себя заставить что-то делать. Но что ему делать надо, он еще не знает. Когда чувственное, разум на чувственную платформу переходит, на чувственную платформу, то человек в этом случае способен добиваться отношений. Не просто с собой он может работать, а он может с другими людьми работать. Он может вдохновлять людей. То есть чувственный уровень дает возможность человеку взаимодействовать с людьми. Вот смотрите, допустим, какой пример. Где, у кого сильный чувственный разум? У такого типа людей сильный чувственный разум? Классический пример. У какого типа людей чувственный разум? Артистов? Да, артистов? То есть старинные часы, еще иду. Старинные часы. Да, то есть как? Жизнь невозможна, и всегда. То есть люди испытывают счастье. Ой, как она поет. Ну, то есть это чувственный разум, то есть сила, которая меняет человека. Человек меняется от восприятия вот этого. Но, понимаете, это значит, что человек развивался в этом аспекте. Он не просто таким стал. Это надо силу наращивать, как гантели, допустим. Тоже же силу наращивает человек, когда качает мышцы. Есть еще чувственная сила. Есть умственная сила. Допустим, человек говорит, я доктор наук. Хорошо, это умственная сила. Как ты стал доктором наук? Почему ты стал доктором наук? Он говорит, я всю жизнь заставлял себя учиться. Так это уже не умственная сила. Понимаете, чтобы стать доктором наук, для этого надо иметь нравственную силу. Вот эта усидчивость или способность заставлять себя учиться, это уже не умственная сила, это сила разума. Она дает человеку возможность выучиться, понимаете? Дети сейчас не хотят учиться. Вот в чем проблема. У них есть способности. Все со способностями проблем нет. Простите, что мы с вами не видим друг друга сейчас. Я вот тут все это переставил, то организаторы надо опять веб-камеру настроить. Я просто компьютер двигаю, потому что я хочу, чтобы мы видели друг друга. Это не я для вас пришел, это вы для меня пришли. Потому что я, когда на вас смотрю, вижу, что у меня жизнь, она имеет смысл. Не просто там, как растение, что-то делаю полезно на своем уровне. Спасибо вам. Это означает, что человек может от природы уже иметь вот это развитие, нравственное развитие от природы. Почему человек становится успешным в жизни? Потому что у него от природы уже есть эта сила. Допустим, девушка говорит, как выйти замуж? Я не могу выйти замуж, потому что нет женской силы. Почему ты не можешь выйти замуж? Нет женской силы. Откуда она берется? Из нравственной силы. Какова нравственная сила женщины? В нравственной силе женщина очень простая. Всегда раздавать энергию любви. Чего женщине больше всего хочется? Чего женщине больше всего хочется? Любви хочется, правильно? Это значит, что раздавать ее не хочется. Хочется брать. В чем же успех женщины заключается? Чтобы вот себя ограничить в том, чтобы думать о том, чтобы меня любили. Ограничить себя надо в этом. И раздавать любовь бесплатно. Но это не значит, что надо... Какую любовь можно бесплатно раздавать? Любовь чистую. Это значит, что можно быть вежливым человеком со всеми. Чистая любовь женщины также в целомудрия. То есть не обязательно перед всеми открывать свое тело. Это не означает раздавать любовь, кстати. Это означает ее тратить просто и все. Если женщина открывает тело, она просто тратит себя. Она не бережет себя, а тратит себя. Это неправильный способ жить. А вот целомудренно, когда женщина видит, что она бережет себя, свое тело и показывает правильное поведение, тогда она уже раздает любовь. Потому что такое проявление женской природы очень привлекательно для разумных людей. Вот чем разумный мужчина отличается от неразумных? Неразумный смотрит ниже пояса, а разумный смотрит выше пояса. То есть он смотрит на личность. Не на то, какая энергия идет, а на личность он смотрит, как человек себя ведет. Если женщина ведет себя правильно, значит она разумная, значит она будет хорошей женой. Не будет гулять, не будет изменять. Я вас там совсем не вижу. Вижу только силуэты сверху. Вы меня видите? Нормально? Простите меня, что я ваши глаза не вижу, потому что я для вас пришел читать лекцию, но у нас с вами любовь в разлуке. Я хочу вас увидеть, но не могу. Не хватает возможности. Зала, может быть, моего зрения. Итак, сегодня четыре типа предназначения человека. Цель – лекция. Вообще, если говорить о вот этих типах разных людей. У нас как-то была передача на времечке в Москве о типах людей. Там собрались разные ученые. Не знаю, почему-то меня туда пригласили. Тоже какой-то причине. Вот. И мы начали общаться на эту тему. Классическое представление о типах людей – это флигматик, аллерик, сангвиник, меланхолик. Но из этих типов не вытекает предназначение человека. Вот как определить, какой темперамент должен быть у правителя? У правителя может быть флигматик? Может? Может. Флигматика означает сильный тип тоже. Сильный тип. Спокойный человек. Очень спокойно принимает решение. Аллерик может быть правителем? Гитлер – типичный пример. Моментально всех вдохновлял в одну секунду. Сангвиник может быть правителем? Может быть. Эти темпераменты людей относятся к чувственной деятельности. Ничего общего с предназначением человека они не имеют. Один ученый вообще сказал, что есть экстраверты и интроверты. Все, только два типа людей. Только два типа. Больше нет никаких типов. Вот смотрите. И каждый выдвигал свое мнение. Откуда берутся эти типы? Сейчас вам объясню. Существуют разные уровни строения человека. Можно вообще сказать, что есть люди большие, маленькие и средние. Четыре типа только есть. Все остальное – это ерунда. И не сказать, что есть мужчина и женщина, есть только два типа людей. Понимаете, есть разные классификации, связанные с разными видами строения человека. Так, например, если брать физическое строение человека, то есть толстые, тонкие, большие, маленькие и средние. Понимаете? Ну, то есть, это физическая конструкция, грубое тело. Работа с грубым телом. Мы классифицировали грубое тело. Дальше есть тонкое тело. В тонком теле есть ум. Энергия ума, которая думает, обучается, которая профессию осваивает, которая размышляет и так далее. Это умственная деятельность. Ум также контролирует деятельность своего организма. Эмоции, характер, все в уме. И у ума есть чувство. Чувство. Чувственная деятельность. Вот это вот уже следующая классификация. После грубого тела, сангвиник, меланхолик – это деятельность чувств. У холерика чувства очень активные, безудержные. У флегматика активные чувства, но они как бы имеют какое-то ограничение в деятельности. У флегматика чувства очень спокойные, неподвижные. Меланхолика, они ослаблены, несколько слабые чувства. И так далее. То есть это чувственная деятельность. Ничего общего с предназначением человека не имеет. Дальше. Экстраверт, интроверт. С чем связано? С деятельностью ума. Есть люди, которые воспринимают больше внутренний мир, а есть люди, которые больше воспринимают внешний мир. Имеется в виду не внутренняя жизнь. Понимаете, внутренняя жизнь – это деятельность разума, совсем другое. Вот смотрите, что такое направленность ума наружу или внутрь. Сейчас объясню. Когда человек склонен мечтать, это деятельность ума внутрь. А когда человек склонен радоваться этому миру – «Как прекрасен этот мир, посмотри!» А другой – «Пропала мальвина, принцесса моя, сбежала мальвина в чужие края». Ну то есть внутреннее это воспринимание, мечты. Мечтатель или активный человек. То есть в плане чувственной деятельности, ума, умственной деятельности. Это интроверт, экстраверт. То есть нет опять никакого предназначения здесь. Это просто деятельность ума. Предназначение человека находится в разуме. В разуме. И с этого, с деятельности разума, начинается понимание, кто такой человек. Вот допустим, у собачек есть предназначение? Есть. Собачки бывают разные, даже мышки бывают разные. Мы, допустим, в частом доме живем, когда осень, все мышки бегут в дом, потому что холодно. И у нас такие мышеловодки, как домик, то есть мы их не убиваем, просто они сбегают, домик захлопывается, и мы их выносим погулять. Освещенную пищу покушали, потом проповедовали на улице. Проповедовали тоже дальше, потому что в доме нельзя находиться, чистота не соблюдается, мышка не моется. Вот она ведет себя грязнулей, поэтому ее на улицу. Вот, и знаете, мышки разные бывают. Одни мышки просто вот носятся по квартире, вообще ничего не боятся. Я одну мышку выпускал, ее вытаскиваю, она убегает, о корылах на меня посмотрела. Запомнила лицо и побежала дальше. Ты за это ответишь, тебе. Знаете, то есть даже мышки имеют разный характер. Причем разум, мышка вообще ничего не соображает, она просто швет на автомате. Вот. Она не понимает, что делать. Что хочется, то и делает. Другая мышка, она так испугалась там в этой вот, что она вся вспотела, аж липкая стала. Я ее вытаскиваю, она не вытаскивается. Думаю, что она уже умерла. Потом потихоньку очухалась. А та вообще не вспотела, просто выглядела, смотрит на меня. Понимаете, даже мышки, но они же неразумные существа. Зачем по темпераменту судить о человеке? Это просто вот работает природа и все, и она ничего не дает вообще. Разум — это другая вещь совсем. Она совсем по-другому действует. Разум по-другому действует. Мышки бывают экстравертами и интровертами тоже. Некоторые сидят, себе грызут. Никого не трогают. Другие интересуются всем бегать. Одна вот грызет вот в одном месте и грызет, никуда не ходит. Разум помню, одна мышка принтус грызла неделю в одном месте, просто сидит. Вот, а некоторые бегают. Ничем, понимаете, предназначение — это то, что нас отличает от животных. Если такие самые низшие животные так себя ведут, то при чем тут человек? Как можно понять разницу? Разница заключается в том, что разум — это структура, которая дает живому существу свободу выбора. Вот, например, стоит мне больше работать, чтобы развиваться. То есть, смотрите, логика простая. Больше работаю, больше получаю денег, больше возможностей для развития. То есть, больше денег, больше возможностей занять положение общества выше, идет развитие. Чем больше тружусь, для того, чтобы лучше трудиться, нужно освоить специальность. Более интеллектуальная специальность дает лучшую зарплату. Лучшая зарплата дает лучшее положение в обществе. Это одна логика. Как вы думаете, сколько процентов людей сейчас так живут? Ну, как сто? Мы же с вами собрались здесь. И просто так время потратили на то, чтобы прийти здесь, собраться, значит, не сто. Ну, 90 точно. 90 точно. И причина почему так? Потому что, понимаете, у человека есть всегда выбор, что делать. Или ему вот этим путем идти, в который все идут. Или он начинает думать, а может быть этот путь неправильный? Может быть мне надо разобраться сначала, как жить? Может быть я неправильно живу? Надо разобраться сначала с этим. Вот это деятельность разума. Что тут разбираться? Надо копать, да? Могу копать, могу не копать. Это уже нет деятельности разума никакой. Человек склонен копать. Мышка тоже склонна бегать. Нет никакой разницы. Разум означает, человек пытается понять, как жить. А потом пытается применять это в жизни. Это уже тоже непросто. Итак, разум — это прежде всего разобраться в вопросе. Есть второй путь? Я один путь сказал. Смотрите. Вкладываем силу в специальность свою умственную, получаем хорошее образование. Хорошее образование — больше денег, больше влияния, больше влияния, легче жить. Меньше работаешь, больше наслаждаешься жизнью. Второй путь. Не отрицается образование, которое нужно для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Не отрицается образование. Ставится на второе место. После работы над собой. Даже на третье место. Сначала духовная работа, деятельность, молитва. Потом работа над собой. И потом уже своя профессиональная занятость. Почему места такие расставляются? Потому что человек знает, что от моего духовного состояния зависит моя жизнь. Он считает, что это более ценно для меня и важно, чем просто выучиться какой-то специальность. Я, допустим, сейчас так сказал, у многих в сердцах позвалось. Ну, хорошо, вот я научился молиться. И что, от этого-то мне денег будет давать? Вот представьте себе, да. Как ни странно, вот кажется, ну, Валю Геннадьевич, какие деньги? Вот я молюсь, никто мне зарплата не платит за это. Так, смотрите, логика очень простая. Человек, когда молится, он получает связь с высшими силами. Высшие силы что делают? Некоторые думают, что они нам дают возможности иметь что-то. Допустим, я хочу себе квартиру купить хорошую. Помолился, получил хорошую квартиру. То есть мы воспринимаем высшие силы как инструмент для реализации своих целей. Понимаете? То есть мы так примитивно воспринимаем, что они предназначены, что это высшие силы, это такой дядя там стоит вверху, который имеет возможность дать мне квартиру. Я просто помолился, дядя раз дал квартиру, не помолился, не дал. Значит, надо помолиться, чтобы дал. То есть кто дядя там наверху, кто он такой? Он предаток моих желаний. Помолился, дал квартиру, не помолился, не дал. Он полностью подчинен моим желаниям. Все, дядя там наверху. Так некоторые воспринимают высшие силы. Это очень примитивно. Понимаете, если мы молимся, связь с чистотой, с какой-то высотой, высокой, чистой силой связываем в себя, то это дает многие вещи в жизни. Первое, что дает, раскрываются глаза на мир. Человек начинает по-другому смотреть. Он по-другому воспринимает мир, понимаете? То есть он в другом мире живет. Вот в каком мире в основном люди все живут? Они живут в мире, который непосредственно находится рядом. Они не понимают, что скоро будет другая жизнь. Они просто этого не понимают. Сейчас объясню, что это значит. Один мой родственник, мне недавно позвонил, ему 63 года. И он говорит мне, Олег, вот работа очень тяжелая, получает маленькую зарплату. 63 года. Говорит, Олег, мы вот ремонт затеяли. Я взял большой кредит. Ну понимаешь, надоело жить в квартире, в такой жить, старомодной. Хочется сделать современную квартиру. Вложили большие деньги, заплатили за этот ремонт. И он говорит, мне вот два года надо еще работать, чтобы это все оплатить. А потом я уже на пенсию пойду. Главное, чтобы вот в этой нормальной квартире можно было жить. И многие так размышляют. Смотрите, 63 года. Это значит, в среднем по статистике жить осталось лет 6-5. Но в России 76 лет средней продолжительной жизни, 77 где-то, мужчины. Не, не говорю о тех, кто умирает в раннем возрасте, там, алкоголиков. Ну, нормальный человек, допустим, ну 76-75. Осталось 4-5-6-7 лет жить. Вот в этом теле, понимаете, в этой квартире, в которую ты вкладываешь все силы, у тебя уже нет сил работать. У тебя нет сил, у тебя маленькая зарплата. Ты попашешь целый день для того, чтобы сделать ремонт в квартире, в которой осталось вообще немного жить. Зачем ты туда отдаешь все свои силы? Причина — незнание того, что ты скоро уже не будешь в этом теле жить. Понимаете? Я как-то настроился на своего дедушку. Начал медитировать. То есть у меня, я такая деятельность, что если кто не знает, у меня такая деятельность, она связана с тонким восприятием мира. То есть я воспринимаю мир по-другому. То есть я тренирую способности выйти. Это поддает мне возможность познавать мир. Это определенный вид наука. Такая наука, которая дает в другой плоскости восприятие мира. Даже, допустим, вы скажете, ну, Олег Геннадьевич, ты фантазируешь. Ну, хорошо, пускай это будет фантазия. Но это хорошая фантазия, она объясняет. Я увидел дедушку в Китае, в теле китайца. То есть он тело оставил много лет назад, 30 лет назад. Уже взрослый человек. В теле китайца. Вообще ничего не помнит ни обо мне, ни о своей прошлой жизни. Вообще ничего. Все забыто полностью. Квартира, ремонт. Все забыто, понимаете? Человек совсем другой жизни уже живет. Вообще все это он забыл. Так зачем тогда это надо было, вот это все? Просто из-за тупости и все. Просто из-за тупости и все.